Работа остановочных павильонов с киосками нарушает сразу несколько законов о транспорте, градостроительстве, земле и торговле, утверждают в городадминистрации. Кроме того, есть целый ряд обращений от ГИБДД с требованием прекратить торговлю на остановочных пунктах. В довесок неприглядный внешний вид таких строений отрицательно сказывается на имидже областного центра, считают в архитектуре. Дабы изменить ситуацию, приняли программу «Остановка», согласно которой за четыре года в Оренбурге поменяют все павильоны. Что же касается обращений владельцев киосков, то обращение к антимонопольщикам – их право. Сергей Бринев уверен, правда и закон на стороне мэрии. У нас на сегодняшний день 180 договоров аренды. Все договора аренды действуют, несмотря на то, что у нас есть проблемы с собираемостью. Все абсолютно до одного остановочные, вот эти вот торгово-остановочные павильоны, они стоят на территориях общего пользования. Все права на наведение порядка и приведение в цивилизованный стандартный вид данных территорий, они у администрации имеются. В этом году по миллиону на каждый округ заложено, и порядка 20 павильонов остановочных в этом году новых, стандартных, которые вы видите на улице мира, который вы видите на проспекте Победы, планируется установить в округах нашего города. Прежде всего там, где ушли арендаторы, где были демонтированы павильоны, фабрика пуховых платков, колос по маршала Жукова и так далее, и так далее, и так далее.